Друзья, всем привет! Сегодня с вами готовим вкуснейшие пирожные с сочетанием банан-шоколад. Состоять они будут из нежного шоколадного бисквита, не менее нежного и ароматного бананового муссового крема и шоколадного слоя с кусочками орешков. В целом пирожное получается очень нежным и вкусным. И посмотрите, каким оно еще получается аппетитным. Давайте начнем готовить! Приготовление начнем с шоколадного бисквита. В самом начале нам нужно соединить сухие ингредиенты. Это муку, какао и разрыхлитель. Какао я использую алкализованное. Соединяем их, просеиваем через сито и хорошо перемешиваем венчиком, чтобы они между собой объединились. И пока убираем в сторону. В отдельной чаше, где будет замешиваться бисквитное тесто, начинаем взбивать яйца. Взбиваем их на невысокой скорости миксера до состояния пышной пены. И когда они взбились в пену, начинаем, не прекращая взбивание, постепенно подсыпать сахар. И когда весь сахар добавлен, продолжаем хорошо взбивать массу. Она должна значительно увеличиться в объеме, посветлеть и стать пышной. Время взбивания будет зависеть от мощности вашего миксера. Я своим миксером взбиваю не менее 10 минут. И когда яичная масса очень хорошо взбита, добавляем к ней растительное масло и молоко комнатной температуры. И лопаткой все перемешиваем. Важно лопаткой доставать до дна, чтобы поднимать оттуда масло и молоко, которые опускаются. Затем добавляем к массе просеянные сухие ингредиенты. Перемешиваем их лопаткой, чтобы сухие ингредиенты намокли. И затем можно венчиком буквально несколько движений перемешать, чтобы разбить комочки муки, чтобы масса стала однородной. Долго и интенсивно перемешивать венчиком не нужно. И когда сухие ингредиенты вмешаны, в самом конце добавляем к тесту крутой кипяток и также при помощи лопатки перемешиваем тесто. Вообще, перемешивая бисквитное тесто, нужно до самого момента готовности стараться, чтобы совершалось как можно меньшее количество движений, чтобы бисквитная масса сохраняла свой объем. Итак, готовое тесто сразу же переливаем в форму для выпечки. У меня рамка размером 20 на 20 сантиметров. И выпекаем бисквит в заранее разогретой до 180 градусов духовке до готовности. Время будет зависеть от вашей духовки. У меня выпекался бисквит около 40 минут. Итак, даем бисквиту немного остыть, затем аккуратно извлекаем его из формы, заворачиваем его в пищевую пленку и отправляем его охлаждаться в холодильник минимум на 5-6 часов. Я бисквит оставила в холодильнике на ночь. Теперь приготовим банановое пюре. Для него мы будем запекать бананы. Просто выкладываем бананы на противень, застеленный пергаментной бумагой и запекаем их при температуре 120 градусов около 30 минут. Во время запекания внутри бананов выделяется очень вкусный ароматный сок и нам его нужно сохранить. После того, как запеченные бананы остыли, снимаем с них шкурку и обратите внимание, прям будет видно, как будет сейчас вытекать этот сок. Вот он нам и нужен. Его нам нужно сохранить. И когда все бананы почистили, их нужно при помощи блендера пробить в однородное пюре. Также бананы они очень мягкие, можно попробовать их размять вилкой. Вот таким в результате однородным получается банановое пюре. И прежде чем начнем готовить мусс, нам нужно подготовить бисквит для сборки пирожных. Нам нужно срезать у него верхнюю шапочку и затем разделить на два равных бисквита. У меня бисквит всю ночь пролежал в холодильнике. Он просто отлично режется. Посмотрите, каким он красивым получается, ровным и у него такая вот бархатистая текстура. Теперь будем готовить банановый муссовый крем. Итак, в первую очередь нам нужно замочить желатин в очень холодной воде, хорошо его перемешать и пока отставить в сторону для набухания. Я использую быстро растворимый желатин. В сотейник нам нужно переместить наше банановое пюре и довести его до кипения. Как только оно начнет кипеть, снимаем его с огня. Желатин к этому времени уже должен быть набухшим. Переливаем пюре в чашу и сразу же добавляем к нему набухший желатин. Вот до такого состояния он уже должен был набухнуть. Итак, добавляем его в горячее пюре и очень хорошо при помощи венчика перемешиваем, чтобы желатин полностью разошелся в пюре. Вот таким однородным в результате оно должно получиться. И теперь нам нужно его оставить, чтобы оно остыло до комнатной температуры. И пока пюре охлаждается, подготовим сливки. Сливки должны быть очень хорошо охлажденными и их нужно взбить до воздушного, но мягкого состояния. То есть они должны стать пышными, увеличиться в объеме, но сохранить свою мягкость и воздушность. То есть не нужно их взбивать до стойких пиков. Вот такими по консистенции должны получиться сливки. И пока убираем их в холодильник. В отдельной чаше нам нужно соединить маскарпоне комнатной температуры вместе со сметаной комнатной температуры и перемешать миксером на невысокой скорости до объединения. Комочки маскарпоне должны полностью разойтись и масса должна стать однородной. За счет того, что продукты комнатной температуры масса перемешается довольно быстро. Вот такой в результате масса должна получиться однородной. Банановое пюре к этому времени должно было дойти до комнатной температуры. Добавляем банановое пюре к массе и теперь нам их нужно объединить. Делаем это миксером на невысокой скорости. То есть наша цель не взбить массу, а объединить ее. Как только массы объединились, миксер останавливаем и домешать можно уже будет лопаткой. Вот такой в результате масса получается однородной. И теперь остался последний шаг добавить сюда взбитые сливки. Выливаем сливки в массу. Теперь уже только при помощи лопатки без миксера перемешиваем массу до однородного мусса. Все, мусс готов. Вот таким вот он получается однородным. И теперь можно собирать пирожные. Пирожные я буду собирать вот в такой вот разъемной рамки. Итак, сначала кладем первый бисквит и в качестве пропитки я использовала кофе, но также можно сюда использовать какао, можно использовать подслащенные сливки, можно использовать какао вместе со сливками. Все варианты пропитки я укажу в описании к этому видео. Итак, первый бисквит пропитываем, затем сверху устанавливаем рамку и я мусс разделила на две равных части. Выливаем первую часть мусса и затем все повторяем. Сверху выкладываем бисквит, пропитываем его и выливаем вторую часть мусса. И собранные будущие пирожные убираем в холодильник на стабилизацию минимум на 6 часов. Приготовим ганаш для верхнего слоя пирожных. Итак, я использовала пополам смесь шоколада молочного с темным. Шоколад я предварительно немного нагрела, чтобы он размягчился и залила его горячими сливками. Сливки важно не доводить до кипения. И нужно перемешать массу до вот такого вот однородного состояния. Если шоколад не расходится, то коротенькими импульсами в микроволновке можно массу прогревать и перемешивать. Затем добавляю ореховую пасту. У меня в данном случае фундучная. Этот шаг можно пропустить. Можно добавить любую ореховую пасту. Она придаст дополнительный ореховый вкус. И добавляем рубленые орешки. У меня в данном случае арахис. Также хорошо подойдет сюда фундук. И вот таким аппетитным получается ганаш. Достаем полностью стабилизированные будущие пирожные из холодильника и распределяем сверху ганаш равномерным слоем. И перед тем, как извлекать из формы и нарезать пирожные, убираем примерно на час в холодильник. И когда верхний слой из ганаша охладился, достаем наш пока еще торт. Кстати, можно его оставить и в виде вот такого квадратного торта. И теперь режем на пирожные. Чтобы они получились максимально ровными, при помощи линейки можно разметки нанести. У меня из этого торта получилось 12 пирожных весом примерно 140-150 граммов каждая. А вес всего торта получился примерно 1,9 кг. Я укажу размеры в описании под видео. Вот такими в результате получились пирожные. Они очень нежные. И само по себе сочетание банана с шоколадом, оно очень гармоничное. И поэтому, если вы любите банан и шоколад, то вам особенно понравится такое пирожное. И вот этот верхний шоколадный слой с орешками, он просто отлично в целом завершает вкус пирожного. Друзья, у меня на этом все. Я, как всегда, благодарю вас всех за внимание. Не забывайте подписываться на мой канал. И до новых встреч!